здравствуйте друзья сегодня хотел бы вам рассказать о маленьком сверлильном станочке под названием если вам видно ставр как я понимаю ставропольский кто-то говорит китайский ну вроде в инструкции написано что русский шнур вот который подходит двигателю где-то около двух метров двигатель вот он 400 ваттный здесь вот закрывается и открывается кнопки включения выключения защитный кожух который легко открывается и открывается доступ к патрону со сверлом рабочий ход у патрона где то здесь есть вот по техническим даже данным вот глубина сверления 50 миллиметров вот его технические данные все просто крутим вот этот рычаг и производим сверление но как я его приобрел появились некоторые проблемы то есть заглянув вот под кожух где находится где находится ремень и изменяется подачи то есть скорость вращения кстати вот здесь вот можно посмотреть вот так вот зависимость скоростей и у меня вот здесь даже видно наверно крошки от ремня стал же удивляться почему же крошки появляются от ремня на белой поверхности и потом начал проверять соосность и увидел что в плоскости вот как они сейчас находятся вот эта плоскость ремня они были немножко вот так вот под наклоном соответственно ремень сильно жевала ну пришлось разбирать и вот этот штиф приподнимать до того момента как произошло выравнивание этого ремня и все с этих пор желание ремня прекратилось ну станочком работал еще немного поэтому сожалению он продавался без тисочков а тиски для такого станка там 1000 с лишним поэтому я на первое время изготовил вот такие два уголка которые могут соединяться так вот вместе и двигаться по столу туда-сюда зажимаем вот два болта тут или два болта вот по этой плоскости работаем как в тисках все подъем допустим вот по этой как ее назвать тумбе вот этим рычажком можно его приподнять чуть отвернуть или опустить все это реально сверла забыл я до скольки они зажимаются но где-то по моему 12 самое большое сверло в зависимости от патрона какой патрон приобретете как с таким патронами будет работать я уже много сверлил он видите пока работает успешно и проблем принципе нет спасибо всем за внимание всем пока ставьте лайки при желании подпишитесь спасибо всем